с этого урока мы начинаем с вами курс по видеомонтажу и уже концу 3 урока вы владеете базовыми знаниями и сможете самостоятельно монтировать свои видеоролики да это видео будет у вас достаточно простое без крутых блогерских эффектов но это будет именно тот фундамент начиная с которого вы начнете выстраивать свое здание профессионального фильмографа для обучения вам подойдет любая версия программы так как даже старых версиях содержатся все нужные нам инструменты для получения качественного видеоролика обучаться мы с вами будем в английской версии программы почему во первых уроки по видеомонтажу на 95 процентов состоят из уроков на английских версий программ во вторых перевод на русский язык переходов эффектов настроек выполнен в непривычном языке для фильмографа но где вы слышали чтобы тот кто занимается монтажом говорил зеленый экран или линия времени конечно же он скажет хромакей green screen или таймлайн но это несложно не пугайтесь и вы концу курса уже легко будете ориентироваться в этих терминах и они устойчиво войдут в словарный запас если у тебя остались вопросы любого характера ответы на твой любой вопрос ты найдешь моем телеграм-канале ссылочка в описании к этому ролику а сегодня у нас первый урок в котором мы с вами ознакомимся с программой adobe premiere pro научимся создавать проект ориентироваться в рабочем пространстве и создавать свой собственный интерфейс для более удобной работы итак первый урок поехали после того как premiere pro открылся вы перед собой увидите вот такое вот окошко в зависимости от года выпуска вашей программы это кошка может выглядеть немного по-разному но тем не менее интерфейс всегда будет вот такой и для того чтобы нам начать работу в adobe premiere pro необходимо кликнуть на кнопку new project новый проект перед нами всплывает следующее окошко и сразу выделено поле в котором нам подсказывают что сюда необходимо ввести название нашего проекта какое у вас будет название решать вам это не принципиально я назову тьют 01 после этого нам необходимо выбрать папку в которой будет храниться файл нашего проекта ни в коем случае конечно же не ставьте здесь программный диск а поставьте тот диск который вас предназначен для хранения данных кликайте кнопочку browse выбираете необходимую вам папку кликайте выбор папки после этого мы с вами ничего здесь не трогаем кликаем окей и так друзья перед нами открылась рабочая область работы с программой adobe premiere pro в данной рабочей области мы с вами видим несколько окон и когда мы кликаем на каждое окошечко она у нас выделяется вот в такую вот синюю рамку в зависимость от версии программы ваша рабочая область может выглядеть ну как-то немного иначе давайте мы сейчас все приведем к единому знаменателю для того чтобы в дальнейшем работать в одинаковом пространстве соответственно таким образом и вам и мне будет гораздо удобнее и так для того чтобы стартовать какой-то единой рабочей области давайте мы с вами обратим внимание на верхнюю панель которая состоит из различных закладок сейчас у меня выделено синим цветом и активно закладочка learning обучение давайте мы кликнем на вкладочку эффект наша рабочая зона перестроилась и теперь мы будем ее настраивать как вы помните что мы активировать окно можем нажав левую кнопку мыши размеры окон у вас могут быть расположены немного по-другому но тем не менее общий вид данного рабочего стола рабочей зоны должен выглядеть именно вот таким вот образом как вы помните что окно у нас активно когда мы кликаем левой кнопкой мыши и она обводится вот в такую синюю рамку и в левом нижнем углу мы с вами наблюдаем маленькое окошечко которая называется project нам необходимо это окно переместить в ту область где наиболее удобно будет с ней работать для того чтобы это сделать нам необходимо навести курсор на верхнюю панель зажать и удерживать левую кнопку мыши теперь у нас это окошко оторвалось и куда бы мы не навели удерживая левую кнопку мыши нам программа предлагает ее поставить какое-либо место теперь друзья обратите внимание когда я навожу на левую верхнюю область у меня окрашиваются и активируются соответствующей области это означает о том что я окно могу разместить либо слева когда окрашивается в синий цвет левая полоска либо снизу либо справа нам необходимо данную панельку разместить слева поэтому я навожу вот сюда на левую каемку левого окна после чего отпускаю левую кнопку мыши и соответственно окно project у нас переместилась в то место в которое нужно теперь друзья плавно переводим свой взор на правую часть экрана здесь мы видим панельку эффект давайте мы также на нее кликнем вот она у нас активировалась теперь мы ее захватываем удерживаем левую кнопку мыши ведем вот сюда во второе окно слева и мы его разместим не как в прошлый раз а вот сюда на центральную область у нас данное окно окрасилась внутри в синий цвет и отпускаем левую кнопку мыши теперь друзья возвращаемся опять самое правое окно и давайте мы очистим правое окно она нам для работы не нужно сейчас у нас открыты небольшие окна которые либо разворачиваются либо сворачиваются и мы постепенно будем все их убирать давайте кликнем на самую верхнюю область в окошке в правом верхнем углу мы видим с вами три полосочки кликаем на него здесь есть несколько надписей нам нужно выбрать close панель закрыть панель и соответственно мы таким же образом делаем абсолютно со всеми панелями которые находятся в этом правом окне теперь друзья давайте мы самую правую область вот эту маленькую на которой вы видите вот эти инструменты пока они вам незнакомые непонятно но мы до этого дойдем и мы наведем давайте теперь курсор между левым и правым окном вот сюда когда появляется вот этот вот раздел зажимаем левую кнопку мыши и тянем немного влево для того чтобы у нас значки выстроились в один ряд вот это у нас timeline это рабочая область в которой мы будем работать непосредственно с видео монтажом мы здесь ничего не трогаем давайте теперь обратим внимание на правое окошко здесь у нас панель которая будет отображать уровень звука и давайте мы также наведем между двумя этими окнами когда появится у нас вот этот вот разрыв мы потянем немного вправо и сделаем слегка поуже вот так вот нам будет вполне достаточно теперь друзья давайте мы переместимся в наше верхнее второе окно слева кликнем на него здесь вы видите в правом верхнем углу два вот таких вот треугольничка когда мы на него кликаем мы видим здесь панельки инструментов которые соответствуют вот этим же панелькам и это сделано для того что если у вас много инструментов в одном окне чтобы вам переключать закладки и выделять ту или иную рабочую область конкретного окна то есть перемещаться между инструментами давайте мы с вами выделим люми 3 scoops нам это не нужно также кликнем close панель теперь у нас есть две закладки которые посвящены работы с аудио одна закладочка называется аудио клип микша другая закладочка называется аудио трек микша мы с вами со звуком будем работать в этой закладке вот эту закладку мы с вами можем убрать пока она нам не пригодится теперь давайте мы кликнем на закладочку эффект зажмем левую кнопку мыши и аккуратненько переместим ее вот сюда в эту область отпускаем лкм и теперь у нас четыре закладки эффект controls эффект source и аудио трек микша все друзья рабочую область мы с вами настроили теперь необходимо ее сохранить для этого мы ведем курсор влево вверх видим здесь также закладочки нажимаем на значок window самая верхняя панель к ворк спейс это рабочее пространство переводим сюда курсор ведем вниз вниз и видим сюда сохранить новое рабочее пространство сейв с new workspace кликаем на него присваиваем название например my work space кликаем ok если вы что-то здесь напортачили и случайно закрыли какое-то окно вы всегда можете его возродить для этого вам необходимо кликнуть вот сюда на windows как видите стоят галочки это все наши активные панели вам необходимо по названию выбрать ту панельку которую вы случайно схлопнули она у вас появится если появится в каком-либо другом месте вы всегда можете по недавно изученному алгоритму захватить эту панель и перетащить кто окно в которой мы будем с вами работать и так как мы с вами сохранили рабочее пространство она у нас появляется с вами верхней панели вот вы видите work space и если мы даже случайно куда-то перешли в какую-то незнакомую для нас область мы всегда можем кликнуть на май work space и перейти в нашу рабочую панель которую нас закреплена программой именно в таком виде всегда будет отображаться далее друзья нам необходимо с вами выполнить кое-какие настройки давайте мы перейдем опять в левую верхнюю часть кликнем на edit кликнем на preferences давайте выберем general посмотрим какие настройки здесь есть здесь очень много всяких разных непонятных настроек нам эти настройки трогать практически не нужно мы буквально с вами сделаем пару действий которые в дальнейшем облегчат и упростят вашу работу с данной программой итак друзья переходим в закладочку autosave здесь у нас написано автоматическое сохранение проекта у вас наверняка стоит 5 или 7 минут я не помню сколько это по дефолту поставьте 3 так будет надежнее всякое бывает может отключиться электроэнергия может выскочить какой-то сбой и вы просто навсего похерите свою работу нам это не нужно сделаем автосохранение немного почаще три минуты далее друзья переходим во вкладочку media cache если у вас серьезный мощный компьютер с большим объемом диска ssd то вы можете оставить эти значения по дефолту если же у вас компьютер не очень мощный вам необходимо организовать и сохранить папочки для хранения кэш на другом диске по дефолту у вас предлагается соответственно программный диск диск c самая верхняя панель media cache files location кликаем браузы выбираем свободный диск можем создать здесь папку назовем ее premiere pro кэш выбор папки media cache database то же самое кликаем браузы создадим еще одну папочку которую назовем premiere cache 2 выбор папки кликаем move теперь давайте поставим автоматическую очистку кэша кликаем вот сюда на эту кнопочку выскакивает предупреждение соглашаемся меняем например на 10 дней автоматически удалять кэш если размер файла превысит 23 гигабайта давайте сделаем 15 далее переходим в память и так у меня показывает общая оперативная память 15 9 гигабайт свободная оперативная память 5 и 9 и память занятая под premiere pro 10 гигабайт здесь вам необходимо подойти разумно и если вы параллельно собираетесь работать может быть фотошопе или в лайтруме то вам можно оставить свободную оперативку которая будет выделена под эти программы немного побольше если вы собираетесь работать только воду premiere pro оперативки у вас не столько много что вы готовы раскидывать ее налево-направо то мы можем сократив свободную оперативную память увеличить оперативную память которая заложена под программу premiere pro давайте я оставлю например 3 гигабайта у меня соответственно увеличилась оперативная память которая будет использована под premiere pro 12 9 гигабайт кликаем окей и так друзья для первого урока и так пожалуй это было слишком много слишком сложно давайте мы с вами на этом остановимся а в следующем уроке мы уже непосредственно перейдем к настройке и работе над проектом по видео монтажу творческих высот вам друзья всем пока и до встречи на новых уроках на этом друзья все а если ты впервые на моем канале переходим в инстаграм по ссылке под видео и после подписки тебя ждет подарок набор из моих двадцати пресетов pack universal друзья надеюсь видео было полезным а лайк будет лучше для меня мотивации продолжать снимать для вас полезные интересные видео по обработке фотографий желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч до новых встреч